Добрый вечер всем, кто присутствует на нашем вебинаре. Мы сегодня, скажем так, заканчиваем летнюю историю наших встреч от первого лица. Очень символично, что в начале июня, в начале лета мы начали встречу с Владимиром Кулинишенко, и в конце лета, последняя наша летняя встреча, снова с Владимиром Кулинишенко. Он такой у нас летний гость, я заняла. У нас не с Владимиром Кулинишенко, а с Владимиром Кулинишенко. Главное, что у нас сегодня знаменитый Владислав Мурник. Знаменит он, собственно, больше всего тем, что человек создал Фабиби. Он создал огромное количество интереснейших проектов. Я не буду никакие еще вступления делать, потому что Владислав все это расскажет сам. Сегодняшняя встреча у нас в виде диалога. Постараюсь минимально вмешиваться в эту встречу. Всех участников прошу задавать вопросы в нашем чате. Вот, если в конце появится желание выйти в мой эфир, то просто подайте бумагу, я захочу вам, предложу вам выйти в конце. Еще один с Владимиром Кулинишенко подтянулся. Еще раз. Еще один с Владимиром Кулинишенко подтянулся. Сергей Бородин пришел. В общем, вопросы задавайте, я их все озвучу в конце нашего рассказа. Владислав, с удовольствием предоставляю вам слово. Володя, и вам тоже. В общем, начинайте. Спасибо, спасибо. Очень рад быть здесь. Добрый вечер всем присутствующим. Вот, и надеюсь, мы вам расскажем интересную историю. Всем будет интересно. Значит, начать я хочу вот с этого слайда. Такой вот шум идет ужасно совершенно. Что такое? Это вентилятор дует, да? Да, вентилятор. Выключить? Да, потому что прям вообще, прямо шум, шум, шум идет. А, ну ладно. Без него будет очень жарко. Ну ладно, я выключу, посмотрим, как получится. Минутка. Ну, пока Владислав выключает, я расскажу свое видение. С Владиславом я познакомился, мы сейчас очень хорошо дружим и давно дружим. Наша дружба началась, понятное дело, с Вазиси, на которую я был приглашен. И эта работа, совместная работа переросла действительно в дружбу. Мы много встречаемся, я у него дома был, и мы в гостях у него, он ко мне приезжает. Мы, в принципе, проводим даже время вместе. Вот, а теперь обратно к Владиславу. Да, и я просто добавлю здесь, что когда я стал готовиться к этой передаче, то я вдруг открыл с интересом, что очень много из моих проектов, они связаны с Володей. Поэтому тут сейчас по ходу действия это все будет раскрыто, как это все происходило. Но вот интересно, как действительно судьба связывает людей, ты плетает судьбы, и как это все развивается в течение большого времени. Это уже больше 30 лет, то есть мы начали позиции... Сколько? 30... Я начал это уже 30... 34 года назад, а ты просоединился 31, да, 32 года. Да. Вот. Значит, начинаем я с этого слайда. Это разворот французского журнала «Huale Walliers». Это один из основных парусных журналов в мире, может быть, даже основных, потому что французы, для них парус, они сумасшедшие в отношении паруса. И это в мире главных парусных журналов. Приклад глаза, они со мной сказали, что они хотят сделать большую ретроспективу для людей, много-много, страниц, посвященных позициям. Потому что, по их мнению, это одна из самых интересных яхт в истории парусного спорта, и одна из самых интересных историй, и одна из самых интересных команд, событий, которые предошли в парусных журналов. Вот. Значит, интересно название этой статьи. То есть статья называется, если кто знает французский, я не знаю, но мне перевели. Статья называется так. Советская, которая была прекрасна. Позиций. Вот. Поэтому, то есть, мне название это очень нравится, и статья она очень хорошая. Так что, вот с этого я и начинаю. То есть, такие вот статьи, они помогают посмотреть назад и оценить то, что мы сделали. Когда мы участвовали в этом проекте, иногда это было, ну, тяжело, иногда было даже мучительно, драматично, вот. Но сейчас прошло 30 лет, и начинаешь осознавать то, что мы совершили, и начинаешь осознавать, что это было что-то действительно, что-то прекрасное. Следующий слайд. Вот. Значит, здесь, вот на этой вот, на этом слайде, это старт гонки. Значит, Фазиси участвовала в гонке Витбрид Раунде Волд Рейс в 89-90 год, 1989-1990 год. Гонка, это было 5-е соревнование. Начались гонки в 73-м году для яхт с полными экипажами вокруг света, и это было 5-й раз, когда они проводились. Вот. И здесь эта фотография очень интересная, потому что тут, Куля, ты можешь оценить старт. То есть лодка идет впереди всех, есть на ветра. Так что стартовали мы лучше всех. Да, даже в фильме, даже в фильме, как помнится в фильме про Витбрид, и сказано, что первая ушла со старта яхта Фазиси. Это было, даже вот я недавно Мейден посмотрел фильм новый, и в нем было указано, что первый старт, когда Мейден брал, Фазиси там было прямо сказано четко, Фазиси ушла первая на старте. Вот. И первый этап, главное, мы к этому вернемся, но яхта практически, это был ее тренировочный выход, то есть яхта практически не была на боде, была там, но очень мало. Вот. И совершенно неопробованная яхта вышла в океан с экипажем, который в океане практически не был. Вот. И первый этап яхта пришла шестой из 23 яхт. То есть это был огромный шок. В общем-то, в Лондоне можно было ставить ставки на Витбрид. Букмейстеры принимали ставки, и ставки были столько одному, что мы вообще не стартуем. Не то, что мы там как-то пройдем или пройдем успешно, а пройти шестыми из 23 лодок, это было феноменальный успех. Ну и кроме того, эта картинка показывает тоже, насколько это красивая яхта, элегантная, необычная, инновационная. Вот. И то же самое продолжается и на нижней картинке. Это момент, когда Фазиси приходит в Америку. Это первая яхта из Советского Союза, которая когда-либо пришла в Соединенные Штаты. Это было уже весной 1990 года. Когда эта яхта заходит в Форт Лоиде. Для меня это очень знаменательная фотография тем, что в книге Новака эта фотография сделана с носа, и я как раз стою на руле, и поэтому я эту фотографию очень люблю. Значит, здесь, это вот карта, гонки Витберд Раунда Олд Рейс. Значит, для этой пятой гонки дистанция была изменена, потому что тогда был бойкот апатриидов в Южной Африке, и до этого гонки заходили в Кейп Таун, а для пятой гонки этот Кейп Таун был отменен. И поэтому получился очень-очень длинный этап из Южной Америки в Австралию, которая прячется здесь вот. И получилось это больше, почти 8 тысяч миль, да, если я не ошибаюсь. По-моему, так. Вот. Значит, гонка стартовала в проливе Весолэнд, возле Саусхемптон, потом первый этап привел в Пунте-де-Леста, потом в Австралию, в Перс, Западная Австралия, а потом, значит, огибая Австралию в Новую Зеландию, следующий этап из Новой Зеландии вокруг мыса Горн в Пунте-де-Леста, и потом первая в истории остановка в Америке, в Форт-Орли-Делл-Флорида, вот, где Куля сейчас, не Форт-Орли-Делл, а Флорида, где Куля проживает, вот, и потом последний этап на финиш. Это, кстати, вот то, что здесь нарисовано, это реальный путь, который плыла в Азисе, то есть все вот эти криволечки, как оно там идет, это было, я все это перенес с Плоттера, как с позиции лодки, как она шла, то есть это фактически ее путь вокруг Смета. Вот, а здесь вот внизу, это типичный день в Южном океане, вот, то есть видно, какие условия, видно волны, видно, как лодка идет, вот, с какой скоростью, как она глиссирует, вот, и как в этих условиях нужно было не просто выживать, а выжимать все, что можно было из яхты и из себя тоже. Вот, а здесь, вот, тут, вот это вот я, в былые годы, вот, в очень замечательной компании, то есть я начал этот проект, это в Азисе, это полностью мой проект, изначально я его придумал и всех пригласил. Вот, и когда я начинал, то есть у меня даже в самых сумасшедших мечтах не было того, что это когда-то сможет осуществиться, то есть я просто мечтал, я читал, гонка, про Витбург в России, в Советском Союзе было очень много известно, почему-то катера и яхты очень много печатали об этом, хотя в Советском Союзе никогда до этого не участвовал. Я, как бы, для меня это была самая большая мечта жизни, это участвовать в Витбург, вот, но, естественно, что Советский Союз тогда был закрыт, железный занавес, страна на замке, вот, и я в таких у нас не было, то есть это была просто безумная мечта. И, кстати, я назвал, я потом написал книгу, которая под заголовок в ней «История невозможного приключения», вот. Ну, а те люди, которые здесь, с которыми я имею честь быть вместе, значит, это Пьер Феллмэн, победитель предыдущей гонки, участвовал, швейцарец участвовал на яхте, он выиграл на «Декартнет», как же это называлось? «Юнил Бэнк» «История невозможного приключения», вот, а здесь у него «Мерик» была, вот, это Ларри Смит, известный олимпийский и британский, то есть это была яхта «Ротландс», Грэн Делтон – это вообще легендарный герой, сейчас он там вытворяет чудеса с Кубком Америки, вот, и он был, значит, у него яхта была с Фишером Байкл, вот, тут, значит, я, это Питер Блейк, Питер Блейк – это вообще легенда, он выиграл эту гонку, Витбрэк победил на всех, на всех, сколько там было у нас, этапов шесть, да, на всех этапах, вот, к сожалению, он был убит, погиб, у него, он выиграл потом Кубок Америки, он делал на очень многое, он первым завоевал приз Жюль Верн Трофи, пересекать, проплыть вокруг земного шара меньше чем за 80 дней, вот, а потом он выиграл Кубок Америки, и потом он построил экспедиционную яхту, исследовал амазонские джунгли, и там его бандиты убили, то есть это, в общем-то, трагическая такая жизнь, вот, и, наконец, Трейси Эдвардс, она руководила проектом Мэйдена, это то, что Куля рассказывала, этот фильм, который недавно вышел, и даже у него там какие-то премии получили, то есть она сумела сделать то, что, в общем-то, неплохо бы сделать с позицией, хотя я и сомневаюсь, она сумела восстановить эту яхту, свою Мэйден, то есть яхта была в совершенно плачевном состоянии, полностью разрушенная, где-то была на каких-то островах в Юрийском океане, заброшенная, она сумела собрать деньги, выкупить яхту, полностью отремонтировать яхту, сейчас лучше, чем новая, вот, создать фильм этот, и сейчас яхта входит по всему свету, в разные порты, участвует в горках, и она, как, является, как бы, посланникам идеи того, что женщины должны больше участвовать в парусном спорте, и вообще в общественной жизни, в спорте, в жизни, вот, то есть продвигает вперед идею женского равенства. Ну, теперь перейдем к проекту яхты, вот, то есть, ну, прежде чем я начну говорить в деталях, я просто хотел, Коля, твое мнение, в общем, как ты думаешь, яхта задалась? Ну, я думаю, что очень задалась, она до сих пор еще жива, и, конечно, было очень интересно, ну, очень много было сомнений, с самого начала, но, в конце концов, это все случилось, и случилось великолепно, и, конечно, сейчас будет интересно, как ты расскажешь, как это все начиналось, тот момент, который я пропустил, потому что я пришел туда уже, когда лодка на стапелях была, еще не перевернута, еще только-только ставили шпангуты, и мы молковали это все, и делали дальше, а вот теперь ты расскажи. Ну, вот, значит, я начну с проекта, то есть я потом немножко еще вернусь, опять, как все это было, организовывалось, финансирование, и все такое, но сейчас я просто больше посвящу, для начала я посвящу такую небольшую главку, о, самой яхте. Значит, фонзиция была спроектирована изначально, началось с кооператива «Мобили» в Санкт-Петербурге, вот это кооператив, который создали втроем, это был Олег Горионов, это был Александр Скружилин и я, а потом позже Олег привел еще, Олег был, руководил студенческим конструкторским бюро «Офьян» в Санкт-Петербурге, потом еще привел в Санкт-Петербурге. Вот, то есть проект начался в 86-м году и развивался с этого времени, и почему я, собственно, решил это начать, то есть я вот меня, что меня воодушевило, это те перемены, которые стали происходить в России, когда Горбачев пришел к власти, когда стало вдруг все меняться, когда вдруг стало возможным открыто говорить о чем-то, о чем-то думать, что-то делать, то есть Фазиси была, в принципе, это было первое частное предприятие в Советском Союзе, спортивное, спортивное, не частное предприятие, а спортивное. Вот, ну и еще до Фазиси мы там, как только началось какие-то послабления, перестройка, вот, я, у меня была сначала идея построить быстроходный однотоник, есть такие, вот, яркие классы однотоник, и в них участвовать в международных соревнованиях. Я никогда не был, большим, у меня не было большой интереса к полимпийским классам, не было и большой интереса к гонкам вокруг бульков, меня всегда интересовали крейсерские, гонки дальнего плавания, океан, вот, и я обратился тогда, значит, мы собрали группу, создали кооператив в то время, значит, с Стружилинами, с Соларионовым, вот, чтобы строить этот однотоник, но амбиции росли в процессе производства, в процессе проектирования, и в конце концов, это выросло все в эту Макси-яхту, в 73 фута длиной Макси-яхта, вот, значит, ну, я не знаю, я, естественно, что очень гордый трилог, у нее совершенно необычные обводы, необычный профиль, она уже и более длинная, чем остальные яхты, она, кроме того, очень легкого, легкого до измещения, и идея была, тогда все строилось по правилам, так называемым, IOR, International Offshore Rules, и если ты строишь более легкую и длинную яхту, тогда ты должен уменьшать парусность, и мы сделали сравнительные такие расчеты, как только, как мы могли, компьютером, тогда, конечно, еще не было никаких, вот, и мы решили, что мы можем сделать поменьше парусность, сделать лодку гораздо легче, и она будет в результате ходить быстрее, чем более тяжелая соперница, вот, ну, и кроме того, это, естественно, было еще дополнительно, это привело к тому, что легкая лодка, она, естественно, гораздо легче для команды, все паруса, все, что нужно таскать по лодке, лебедки, все оно на размер меньше, чем у соперников, которые намного тяжелее, вот, и мы понимали, что, поскольку ни у кого у нас в Советском Союзе не было никакого опыта гоняться на такого размера лодки, до этого самая большая была, наверное, 50 футов, это на порядок больше, вот, и поэтому мы считали, что вот эта вот система, концепция лодки сверхлегкой, пусть с уменьшенной парусностью, но узкой, длинной, то есть идея была, что лодка будет идти быстро за счет эффективности, а не за счет такой брутальной, брутальной, мощи, мощи, спасибо, я живу в Америке уже 30 лет, так что, так сказать, если я чего-то забываю, то это, как говорится, объяснимо, вот, ну и, вот, постройка лодки, значит, лодку мы решили строить из алюминия, вот, почему алюминий, потому что нашим первым спонсором стало совместное предприятие Фазис СП, которое базировалось в Москве и в Поке, основное его расположение было в Поке, Грузия, вот, председателем этого, президентом совместного предприятия, был в то время глава Апотийского исполкома Виктор Тихов, Апотий был, было место, где располагался завод по постройке судовно-подводных крыльев колхиды, и вот здесь вот это вот колхиды как раз и видна в постройке, вот, и у них было достаточно, то есть, по тем меркам, по меркам корабльное строение, это был хай-тек, то есть, они делали достаточно хорошие вещи, но, с точки зрения яхтостроения, конечно, это было, никуда не годилось, потому что, когда строишь даже и судно на подводных крыльях колхида, то, то, на туда, то, на сюда, оно никакой роль не играет, объявьте каждый килограмм, в общем-то, вашим, вот, значит, конструкция лодки была очень тщательно проработана, чтобы лодка была максимально легкой, то есть, видно, что здесь много элементов набора, обшипка была очень тонкая, что, в общем-то, пугало членов команды, и Алексей Грещенко, который был главным строителем лодки, рассказывал мне, что он иногда ловил за руку людей, которые, там, где нужно было, четырехмиллиметровый лист толщиной, они пытались приварить шестимиллиметровый, чтобы сделать лодку понадежнее, вот, и он говорил, он рассказал мне, что несколько раз он так ловил людей на этом, вот, а, может быть, были случаи, когда он их и не поймал, так что, вот, и, ну, на самом деле, обшипка лодки была, в носу она была потолще, потяжелее, в корме, вот здесь вот была обшипка всего 3 миллиметра толщиной, так что это, когда там койка была, когда ты лежишь, то кажется, что вода, она прямо через тебя пересекается, вот, а, ну, идея была такая, что все члены команды должны участвовать в простройке лодки, потому что было понятно, что завод сам не справится, то есть они были не яхтсмены, они не знали, как строить лодку, точность, все размеры, веса, и у нас была большая группа людей, которые приехали из Киева, возглавляя с Алексеем Грищенко, который потом, впоследствии, стал капитаном яхты, вот, которые были очень опытными судостроителями, они в своем клубе все лодки строили сами, вот, и Алексей Грищенко стал... вот, и, ребят, на порядок сложнее, чем все, что мы все делали до сих пор, то есть, трудность, ну, и кроме того, значит, идея была такая, что сама постройка яхт будет таким временем, когда единой командой и станет коллективом, но до какой-то степени это произошло, но большей части нет, то есть, начались конфликты, люди, которые приехали, все были личности, все чего-то уже достигли, все начались какие-то амбиции, выходить на передний план, началось все расслоятся, кто-то, там были члены олимпийской команды, как, например, Сергей Бородинов, были люди-крейсерщики, и началось, а ты кто такой, мы лучше знаем, а мы лучше знаем, как-то начали группа одесситов против группы киевлян, вот, то есть, конфликтов было очень много, вот, ну, и кроме того, в самой постройке, во-первых, это была огромная работа, и чем больше мы двигались вперед, тем больше становилось понятно, что мы начинаем опаздывать от графика, вот, и это добавляло дополнительный стресс, вот, ну, а потом, значит, с точки зрения самой постройки, что получилось, что, когда надо было лодку доводить, то есть, лодка была алюминиевая, из отдельных листов, сварена она была отлично, то есть, неровности были очень маленькие, вот, но все равно нужно было наложить слой шпаклевки на всю поверхность яхты, все это прошкурить, ошпаклевать, сделать это идеально полированным, вот, ну, и здесь, что, и эта работа очень тяжелая, и работа потом, причем, это шпаклевка, это эпоксидка, это все, яд, в общем, токсичность, когда шкуришь, это пыль это летит, вот, ну, и команда решилась, что, поскольку работа такая тяжелая, то нужно, чтобы все страдали поровну, и вся, вся площадь яхты была разделена на между членами команды по три квадратных метра, и каждый делал, как сказать, вышкуривал свое часто, вот, к сожалению, я в этот момент был в Москве, занимался другими делами, и это проскочило мимо меня, и когда я через неделю я прилетел и увидел этот ужас, то это было, конечно, это был кошмар, то есть, что получилось, что люди, кто-то мог хорошую работу сделать, кто-то нет, кто-то свою делянку, скажем так, вышлифовал, другие нет, но самое главное, что все границы между этими трехметровыми участками, никто на них вообще не обращал внимания, то есть лодка получилась, как бы, множество таких вот, как мозаика, как из кусочков следвина, и это, в общем-то, потом вылилось в огромные проблемы для нас, потому что, когда мы начали счищать эту шпаклевку, пытаться счистить, мы потратили почти неделю просто шкуря, чтобы это все содрать, но мы так и ничего не содрали, что-то содрали, но очень мало, вот, и получилось, что это одна шпаклевка, потом пришлось перешпаклевывать заново, поверку, и это добавило, по крайней мере, тону лишнего веса, к январе, лодка, которая должна была быть суперлегкой, благодаря вот этой вот шпаклевке было добавлено, по крайней мере, тона, и потом это повредило за собой целую цепную реакцию, к которым я потом дальше обращусь еще. Вот внизу фотография, вот это вот, это первое появление пепси-колы, то есть, нашим первым спонсором было совместное предприятие Фазис-СП, это советско-германская фирма, вот, но они финансировали постройку, давали деньги на постройку лодки, но все равно нужно было еще очень много денег, особенно это нужно было в валюте, поэтому мы стали искать спонсоров на Западе, вот, это длилось почти два года, очень сложная, изнурительная работа, мы встречались со многими людьми, вот, самое главное, что никто не верил, что мы, это сделаем, что мы осуществим это, потому что, как могут люди без какого-то опыта, без ничего, и вдруг пойти в косметную гонку и нормально там выступать. Значит, мы, я начал этот проект в 76-м году, где-то, то есть, в 86-м, в 87-м мы начали проектирование уже, вот, и, где-то, постройка сама началась летом 88-го года, за год до гонки, может, может, даже не летом, а осенью, я думаю, что летом, осенью 88-го года, вот, фазис, фазис-сп подключился и стал спонсором как раз недодолго до этого, то есть, когда фазис подключился, уже можно было начинать постройку, вот, значит, ну и, про наш проект, в общем-то, очень быстро прознали на Западе, мы получили очень много прессы, вот, и Денис Коннор, это американский известный акцмен, который участвовал в Кубке Америки, его проиграл, потом опять выиграл, то есть, в то время это был самый известный акцмен номер один в мире, вот, и он предложил, что он приедет в Советский Союз, он хотел сделать себе какой-то поблесить, он сказал, что если вы мне сделаете интервью на центральном телевидении, вот, то я постараюсь вам привезти спонсора Pepsi, вот, и он на самом деле, он привез спонсора с Pepsi, то есть, контракт с Pepsi был на предстартовый период, до старта, и дальше была там такая опция, что если они довольны, что мы для них делаем, если они получают достаточно рекламы с нашего проекта, то они продолжат, на всю гонку, вот, такой вот был контракт с ними, и с тех пор у нас начался этот Pepsi период, то есть, вот, когда эта лодка, это спуск на воду, когда здесь, значит, все разукрашено Pepsi, вот, потом, вот это вот тоже был замечательный, интересный момент, вот, и здесь я думаю, что Куля больше расскажет, когда, значит, нам надо было решать, что делать, заканчивать лодку, строить, достраивать, вот, у нас, значит, мачта, паруса, это все было сделано, значит, мачта была, аспаркрафт, это английская фирма, паруса были, но все это было в Англии, то есть, либо нам нужно было переправлять все в поте, в Грузию, вот, но тогда у нас могло совершенно не хватить времени на все это, вот, и тут тоже произошло, то есть, то есть, весь этот проект был, когда ты идешь, вроде все идет, потом дотыкаешься на стену, потом вдруг, как чудо, происходит что-то такое, и ты начинаешь двигаться дальше, вот, в этот момент в Москву прилетел ансамбль Pink Floyd, со своим лазерным шоу, и все эти 200 тонн оборудования были перевезены на самолете Ан-124, и Руслан, вот, ну и тут мне, мне пришла в голову мысль, я попросил, а Руслан строился в Киев, на авиационном заводе, вот, и я попросил Алексея съездить в Киев, заодно и повидаться со своей семьей, там немножко отпуск взять, ну и потом заехать на завод Руслан, и договориться, чтобы они нам предоставили самолет, чтобы яхту доставить в Англию, вместо того, чтобы привозить все из Англии, пытаться установить все в поте, на что не хватало, явно не было времени, вот, а потом плыть вокруг Европы, то есть идея возникла, чтобы просто доставить яхту самолетом, вот, ну и когда мы начали это все серьезно обсуждать, Тепси была в совершенно восторге, потому что вдруг советская яхта летит на самолете в аэропорт Хитро, то есть это была, конечно, очень такая классная идея. Мы находимся в цеху Патийского судостроительного завода, на борту океанской марксии яхты, которая строится для участия в кругосветной поросной гонке Витбрэд 89. Меня зовут Владислав Мурников, я являюсь руководителем всей программы постройки яхты и подготовки к этой гонке. Алексей Грищенко, капитан этой яхты, которая поведет ее в гонку вокруг света. Это первая советская макси-яхта вообще, и первая советская яхта, которая будет участвовать в кругосветной гонке. В гонке со временем можно победить только за счет смелых, неординарных решений. Для участия в кругосветной регате экипажи используют самое совершенное оборудование, выпускающееся в разных странах. Строители нашей яхты решили не изобретать отечественный велосипед. Лучшие мачты сегодня делают в Англии, но быстро доставить мачту в поте не представлялось возможным. Решили сделать наоборот. Отправить яхту к мачте. Тот, у кого есть крылья и мощь Руслана, может выиграть сразу две недели. Этот полет был необычен во всем, начиная с момента загрузки яхты в трюм самолета. Фазис безупречно вписался в габариты Руслана. В парусном центре Хэмбл, пригороде Саутгэмптона, откуда должна была стартовать кругосветная гонка, нашу команду ожидала полностью собранная, укомплектованная и оборудованная мачта. В течение месяца предстояло завершить все строительные работы и установить мачту, высота которой более 30 метров, и которая должна сочетать в себе прочность, легкость, безотказанность в работе. Трудились, как говорится, от зари до зари, чтобы к 17 августа успеть в Лондон. После первого испытания в море стало ясно, что надо срочно заменять киль. Это подтвердило контрольный обмер. Яхте не хватало остойчивости, а это означало не только повышенный риск, но и заведомый проигрыш соперникам. Рассчитать новый киль – сложная инженерная задача. К счастью, в парусном центре, где ранее проходили достройку другие лодки, нашелся запасной киль английской яхты «Ротманс». Соперники загружали на борт «Бравиант», проводили последние тренировки, а наш экипаж с помощью местных специалистов работал практически круглосуточно. Наш флаг уже давно развивался на ветру в гавани Саутгемптена, а яхта, наконец, коснулась новым килем воды в заливе парусного центра. Чем ближе старт, тем лихорадочнее велись работы. Окончательно подгонялись паруса. Снова устанавливалась мачта, отрегулированная в соответствии с новым килем, и под пяту ее укладывались монетки. На счастье. Судьба Фазиса, что называется, висела на волоске. Главный меритель регаты должен был вынести окончательный приговор. Соответствует ли яхта с новым килем классу «Макси», выдержаны ли параметры остойчивости и надежности, а, следовательно, будет ли лодка допущена к старту. Переэкзаменовка исключалась. Переэкзаменовка исключалась. Все видно, как оно и было. На самом деле, надо дать должное всем ребятам, которые присутствовали в этом проекте. Почему? Потому что было до такой степени, каждое звено этого проекта на уровне головы проекта и до самого последнего рабочего. Была, если кто-то, кто-то, была какая-то пробоина, этого проекта могло бы не существовать. И это было во всем. Это было в парусах, которые надо было переделать, это было в переделке того же Киля. Даже сама погрузка в самолет была той же чертой, когда все хотели с помпой сфотографировать и сделать из него большое видео, чтобы показать по центральному телевидению Грузии. Сказали, что должны приехать, а в это время прилетел же самолет, я и Рами, мы остались насторожить эту яхту. И еще самолета не было. Когда самолет прилетел, ребята с самолета сказали, если вы не будете сейчас грузить яхту, мы просто развернемся и улетим. Потому что военные действия... Почему улететь, Куля? Ты объяснишь, что там уже началась гражданская война. Да, там уже военные действия идут. И мы буквально слышим, как стрельба и так далее. Они говорят, или вы грузите, или нет. Рамикс сказал, что нас выгонят, если мы это сделаем. У меня было в кармане по тем деньгам, русских денег, два с половиной доллара. Я вышел, я инженер-механик, я вышел на шоссе, остановил кран, который за полтора доллара. И за один доллар я его договорился, что он въехал на территорию аэропорта. Неслыханная вещь. И в этом мы поставили на тачку, которая специально ввозила лодку, в сам самолет. И погрузили. Конечно, конечно, был большой скандал. Начался скандал, потому что не могли все это заснять хорошо и так далее. Но капитан, капитан этого воздушного лайнера сообщил, что вы должны сейчас срочно улетать. И что, скажите, типа спасибо. И мы погрузились и улетели. То есть, в чем я говорю, что у нас каждый, каждый человек, который участвовал в проекте, был вот этим звеном, из-за которого мог проект просто остановиться. И поэтому мы должны отдать должное всем абсолютно людям, которые участвовали в этом проекте. Ну, хорошо, отлично. Спасибо, Коля. Зрители, слушатели спрашивают, а все-таки кому же первому пришло в голову организовать участие в гонке? Мат, это же была ваша идея, правильно? Да, да, это я. В первое время, там, наверное, почти год, я это все один пытался найти как бы единомышленников. Все думали, что ничего не получится, что это дурацкая идея. А потом потихонечку люди начали ко мне присоединяться. И потом это все пошло. Ну, а сейчас я просто для того, чтобы нам здесь вместе не провести всю ночь, я предлагаю сейчас немножко, мы чуть-чуть ускоримся. Вот. И поэтому, значит, ну, во-первых, я немного, буквально пару слов вернусь к смене Киля. То есть, что получилось, потому что для меня это очень важный момент. То есть, получилось так, что лодка, в общем-то, она получилась классная лодка, но она не такой была, как мы ее задумывали, не так, как мы хотели. Почему это получилось? Что началось это все с той шпаклевки злосчастной, про которую я рассказывал. Вот. И я знал, что лодка будет перетяжелена. Значит, когда мы, плюс, когда мы привезли ее в Англию, мы там уже наняли команду профессионалов, и они положили новую слою шпаклевки. Это еще дополнительный место, чтобы сделать лодку. Сейчас, видите, вот на этих фотографиях лодка абсолютно идеальная форма, все абсолютно гладкое, совершенное. Ну и как только мы первый раз пустили лодку на воду, мы с Алексеем Грищенко пытались найти тихую погоду. Там вообще Хемббл, там очень сильное течение, очень мощное, большие приливы и отливы, порядка, наверное, шести метров. Поэтому течение там колоссальное, поэтому когда лодка стоит у причала, она все время наклонена, из-за того, что в киль бьет струя воды. Но, тем не менее, мы нашли время, когда мы смогли немножко померить высоту надуводного борта, и я понял, что да, лодка больше, чем на тонну, тяжелее, чем она должна была быть. А по правилам IOR, старые IOR, то есть, значит, поправка на остойчивость. В принципе, что получилось? Значит, если лодка тяжелее, корпус тяжелее, корпус получился тяжелый, кильт тот, который спроектировали, значит, получается, что процент балласта меньше, чем он должен быть. Значит, центр тяжести лодки выше, чем он должен быть. И на само безопасность это не так сильно бы повлияло, потому что лодка все равно была остойчивая, но на балл это повлияло бы. И максимальный балл, который ты можешь. Если у тебя балл немножко выше, ты просто не попадаешь, тебя не пустят на гонку. И, в общем, мы оказались полностью, это был полный центр ноты, это было буквально за неделю до старта. Это буквально, то есть, что было делать неизвестно. И тут вдруг скип-новак, который в то время присоединился к нашей команде, я, честно говоря, еще даже про скипа ничего не рассказал. То есть, это, конечно, это такая история, что это можно рассказывать часами и часами. Ну, в общем, короче говоря, скип-новак, который был нашим со-капитаном вместе с Алексеем Грищенко, то есть, вся идея была вместе с Пепси создать совместный советский-американский проект. Он вдруг хлопнулся по лбу и говорит, а тут же валяется киль Росман, они тоже меняли киль, что-то у них там было тоже не получалось. Они поменяли на другой, а этот есть, и он явно тяжелее нашего и больше. Ну, мы пошли поговорили с ним, узнали вес, и на цену как бы металлолома мы этот киль у них перекупили. Но киль был немножко тяжелее, даже, чем он нам нужен был. И он изменил дифферент лодки. Значало, что нам нужно было еще под мачту, рядом с мачтой, положить одну тонну внутреннего балласта, чтобы дифференцировать лодку. То есть, в результате все это вылилось в то, что лодка была больше, чем на три тонны тяжелее, чем она должна была быть. И, конечно, мне как дизайнеру это было, в общем-то, очень очень грустно, это был огромный шок, потому что я понимал, что потенциал лодки полностью мы не сможем раскрыть. То есть, в сильные ветра она еще ходила хорошо, а слабые ветры, естественно, когда лодка намного тяжелее, чем она должна была быть. То есть, мы потеряли очень много скорости в слабые ветра. Ну, а сейчас это вот уже наше еще, то есть, лодку поднимали, спускали на воду несколько раз, и вот последний, финальный, официальный спуск на воду Пепси, то есть, это было все сдирижировано, то есть, были лежали два флага, советский и американский, под ним было большое лодку Пепси на корме, вот, потом, значит, Грищенко поднял советский флаг, тип американский, то есть, это все было огромная, так сказать, большая-большая реклама для Пепси. Мы считали, что, поскольку была у них опция, то есть, они были нашими спонсорами на первый этап, мы считали, что мы сделали для них классную работу, что они продолжат наш контракт. И вдруг, буквально за меньше, чем за день, наверное, до старта, они говорят, большое спасибо, мы благодарны вам, на контракт мы продолжать не будем. Я помню, Скип с ними разговаривал по телефону, мой английский тогда больше не очень хороший, но я понимал, по крайней мере, половину. Я помню, что он, то есть, как Пепси это объяснило, что в Америке эту водку не примут, и Пепси будут иметь проблемы с маркетингом, поскольку они поддерживают советских. Вот, и я помню, как Скип кричал в трубку, что если не хотите поддерживать советских, поддержите меня, я же американский. Но, тем не менее, то есть, Скип с ними продлило контракт. И что получилось, что когда мы стартовали, это было как бы триумф, и мы стартовали первыми, и все это было классно, но те, кто наблюдали за гонкой, еще не знали, что у яхты больше нет денег, у нас не было денег, ни копейки. То есть, мы вышли в океан, но никто не представлялся, что мы можем делать, куда мы пойдем, и все. Вот это еще, это было на обложке какого-то журнала, это была такая картинка, то есть, в общем-то, Пепси сделала из этого себя огромную рекламу, но, к сожалению, контракт, оно не продолжено, но это их дело. То есть, контракт у нас был с ними на предстартовый период, дальше была опция, они решили, что они не будут. Объяснение было, что они опасаются негативной реакции в Америке, это была большая глупость, потому что, когда мы, в конце концов, приплыли в Фортлодерил, там мы были героем, мы были, нас на руках носили, мы были как, к нам относились лучше, чем к победителям. Вот. Ну, эта фотография, просто я показываю здесь форму фазиси, здесь хорошо видно подводная часть, очень такая, острый нос, сравнительно узкая лодка для тех времен, и очень такая, на мой взгляд, очень элегантная лодка. Ну, кроме того, что она, кроме того, что она была очень элегантная и красивая, что все, все говорили, все это видели, она была очень хорошая в управлении, и в управлении, то есть, было намного легче, я ходил потом и на Макси, и на других, больших, те, которые в Витбурде участвовали, и эта лодка рулилась намного лучше, и свободнее, и легче. Да, это из кипновок мне говорил, он до этого у него была лодка драм Рона Холланда, он говорит, что если чуть начинает задувать ветер, то минимум два человека, за что рул должны управлять, иначе невозможно справиться, а фазисик, в принципе, можно было управлять двумя пальцами, особенно, когда начинало глиссировать, когда начинало ускоряться, дальше, это вообще можно было просто руль отпустить, она будет идти, то есть, это было, конечно, обалденное ощущение, лодка была настолько сбалансирована, ну, и вот эти два слайда, это очень интересно, потому что у нас был достаточно низкий надводный борт, во-первых, потому что лодка была перетяжелена, а во-вторых, то есть, начально мы хотели низкий борт, потому что у нас лодка была алюминиевая, большинство соперников были композитные, алюминия немножко потяжелее, поэтому мы сделали лодку пониже, и нас прозвали Russian Submarine, но на самом деле, если посмотреть, вот английская лодка Rothmans, а это Fosisi, то есть, на Fosisi тоже есть вода, но Rothmans, вот где настоящая сабмарин. Вот, ну и здесь я хочу пару слов сказать про скорость лодки, то есть, да, лодка, конечно, не показала себя, к сожалению, так, как она могла показать, тем не менее, вот, я, значит, я прошел на лодке только два этапа, это третий и последний, вот, значит, на последнем этапе у нас максимальная скорость была, по-моему, 29 узлов, вот, Акуля, ты как, там, когда вы были в океане, то есть, было ли больше 30, вы достигали? Я помню 29 узлов, это то, что у меня запомнилось максимально, но самое главное, что эти 29 узлов развивалось в тот момент, когда лодка была полностью контролируемая, рулилась хорошо, этот нос, который, из-за которого все называли бананобот, он действительно как-то выталкивал этот нос выше волны, и лодка, хоть она и была с низким ботом, было много воды, но не так много, как ты правильно сказал, если ротман взрывался полностью по уши в воду, то вот этот нос приподнимал, и мы выходили из воды довольно быстро. Да, ну и вот эта вот нижняя картинка очень хорошо показывает тоже, как лодка глистирует на огромных волнах, но ощущение было полной безопасности и полного контроля. Значит, ну и вот здесь очень интересно, вот это, кстати, Коля, ты сидишь здесь? Нет, я, наверное, на этой фотографии меня еще нет, почему? Потому что это Белю, Белю как раз управляет лодкой, рулит, а я к ним не ходил. А, ну понятно. Ну вот это вот, это, кстати, лодка никогда не попадала в брочинг, именно брочинг классический, когда лодка приводится под спинакерами и переворачивается. Лодка была несколько раз, когда волной, сильной волной их в бок ударяла, лодка кренилась почти на 90 градусов. И вот это как раз такой вот случай, но здесь очень хорошо видно, что насколько вся команда, хотя небольшая разрешимость этой фотографии, но видно, насколько все спокойные, никакой паники не вызывает. То есть все были настолько уверены в лодке, что никакого ни страха, ни паники, когда даже лодка там ложится мачте на воду, это никого никак не пугало. Ну вот на этой фотографии, как раз нижний правый угол, это вот я сижу, скажу, что она спокойно, как ты видишь, наверное, она самый спокойный, я только лебедка. Тебя и спрашивал, да, я вот про нижний спрашивал, ты видишь, а я не я поэтому и говорил, что это ты, да. Ну вот, и еще раз про, ты самое, про ее, как она себя вела, значит, в ветра, естественно, ее слишком тяжелое водоизмещение не давало ей хорошо ходить, но когда ветер был, и ветер был, существовал хороший ветер, то лодка носилась очень быстро, и мы были за суточный переход, у нас был второй суточный переход, самый длинный суточный переход среди всего флота, мы прошли 386 миль за 24 часа, вот, только одна лодка, форченая экстралайп, это испанская, прошла быстрее, вот, а остальные даже близко не подходили к этому, так что, в общем-то, лодка, лодка была очень классная лодка. Вот. Ну здесь, это тоже кулеты, да? Вот это? Не, это француз. Вот это? Ты видишь курсор? А, ну я, у меня, у меня курсор, у меня не закачивается фотография, она с опозданием, я только что видел там, где были айсберги, конечно, это было великолепно, все красиво, и очень романтично. Да, я просто фотография, фотография не закачивается. Понятно, да, вот, ну и здесь рядом еще фотография Фазиси тоже, которая показывает, что какая она тоже романтичная и красивая, вот. А это, вот эти фотографии, это я делал на последнем этапе, вот, а нет, вообще-то нет, это на третьем этапе, это третий этап, потому что здесь, потому я хотел, чтобы ты вот про эту фотографию, которую сейчас, чтобы рассказал, это вот фотография, вот сейчас я курсор направляю, это Куля, и это мы находимся в Окленд, Новой Зеландии, это как раз мы прошли полпути, и эта фотография вторая, это тоже местная гонка портовая в Окленде, вот, но это показывает как раз интерес парусному спорту в Новой Зеландии, это был не финиш, не старт, это был просто день, когда лодки стояли в порту, и вот там каждый день была вот такая вот толпа, где-то десятки тысяч на пирсе, и люди приходили, спрашивали вопросы, задавали там, покупали там всякие майки, футболки, шапочки, все, то есть интерес в Новой Зеландии, то есть это фантастическая страна, она маленькая, но там, по-моему, такое впечатление, что там все интересуются парусным спортом, все ходят на яхтах, поэтому не случайно, что они выиграют Кубок Америки. Это старт гонки в самом Окленде, и когда мы пришли, это старт гонки, это около нас NCB Ирланд, и в Ирландии, и в Ирландии, у нас столько народу, ни в одной стране не было, они были и ночью, и днем, встречали всех, когда-либо, кто финишировал, там тысячи, тысячи, когда мы пришли, финишировали, такое было впечатление, что на фазисе оказалось на палубе, наверное, чуть-чуть 300, потому что вся Новая Зеландия оказалась под палубой, над палубой, это все ночью происходило, и действительно, лодка погрузилась практически на ватерлинии, не было видно, то есть она это все выдержала, то есть ни на одной лодке финишировавшей в Новой Зеландии такого не было, мы в Новой Зеландии были, самые две популярные лодки, это был Стейнлагер, само собой разумеется, и Фазиси. Да, было замечательное время, конечно, вот, ну и я, поскольку я рассказал, что Пепси нас бросила, то есть я буквально в двух словах расскажу, что, значит, мы приплыли, когда в фонте Делеста, в Ругвай, это первый этап, вот, мы финишировали шестыми, тогда мы тоже стали, в общем-то, героями, вот, ну и это геройство, в общем-то, привело практически к бунту, команда сказала, о, мы такие крутые, мы тут самое главное, вот, все стали требовать, чтобы скипа сняли с лодки, говорили, зачем нам нужен американский капитан, вот, и, ну, в общем, был большой конфликт, вот, и самое печальное во всем этом было, что команда ставила условия и там как-то бунтовала, но мы не знали вообще, пойдем ли мы дальше, будем ли мы продолжать, потому что у нас больше ни копейки денег не было, вот, и здесь тоже получился, опять-таки, просто чудо произошло, что я сумел найти, группу компаний в Уругвайе, которые занимались там кожей, мехами, дубленками, мясом, то есть это, Уругвай там больше такие, как бы, коровьи бизнесы, вот, и они интересовались выйти на российский рынок, и когда мы стали спрашивать там через посольство, и все, с кем можно поговорить, и буквально в течение, буквально, может быть, 10 дней, мы нашли хорошую сумму денег, спонсорство, они нам помогли пройти через Уругвай, и пройти через остановку в Австралии, а потом было Окланд, и Окланд, конечно, когда при таких количествах, когда народ там любит парусный спорт, они нас приняли, как вообще, как народная лодка, они сказали, что, ну, раз у вас нет спонсора российского, то мы будем вашими спонсорами, и нам помогли, премьер-министр Новой Зеландии разрешил организовать лотерею, причем очень за короткое время, там фирмы нам давали машины BMW, полет там куда-нибудь там вокруг света, или еще что-то, и мы это все разыгрывали в лотерею, таким образом мы набрали очень хорошую сумму денег, и нам хватило, то есть в Новой Зеландии уже стало понятно, что финансово мы через вокруг света пройдем, может быть там еще, не дай бог, матч сломается, или еще что-то, но финансово мы уже, наши проблемы были разрешены, поэтому Новой Зеландии мы навсегда благодарны, это еще один кадр, который мне очень нравится, как здесь лодка выглядит, видно, как она идет, какая мощь, и это тоже было сделано в Окленде, Новой Зеландии, вот, ну и вот теперь мы прибываем в Америку, вот, это, значит, одним из спонсоров нашим был Аэрофлот, вот, он, что Аэрофлот делал, он нам покупал все билеты на все перелеты, бесплатно нам давали, вот, и только благодаря этому мы смогли потом во второй остановке в Уругвай, в Пунте-де-Леста, мы сумели привезти все семьи всех, всех членов команды, вот, ну это так просто для, для смеха фотография, да, ну здесь, наверное, я хочу включиться, потому что, понятное дело, Америка, это Америка, и в то время это было, это шокировало всех, потому что это было, так как обращались и относились к нам американцы, которые растягивали нас на пати каждый день, по две-три пати, в разные, в разные дома, в разные клубы, мы приглашены, в данный момент мы являемся просто этими, ну, судьями, мисс какой-то там, Флориды, или так далее, то есть у нас было очень весело, но работ приходилось очень много тоже. Разрешите показать фрагментик финиша? Добро пожаловать к финишу кругосветной гонки у Идбри. Над заливом опускались сумерки, но вопреки позднему часу стали появляться встречающие катера. Их пассажирам не терпелось первыми увидеть одну из двух самых популярных яхт этой гонки. Английская Бритиш Мэйден с первым женским экипажем и наш фазис были в центре всеобщего внимания. До финиша было рукой подать, уже виднелись огни контрольных бакенов, и фото журналисты занимали удобные места, чтобы эффектно снять торжественный и памятный момент. А наша лодка стояла неподвижно. В одно мгновение пропал ветер, и яхта, будто уткнувшись в невидимую стену, застыла на месте. Шедшие вдогонку финны были совсем невдалеке. Но так же внезапно, как и исчез, ветер расправил опавшие паруса, наполнил их, яхта ожила, стронулась с места, и с каждой секундой, набирая скорость, устремилась в последний свой рывок, венчающий весь кругосветный путь. До финиша осталось два корпуса лодки. Один. Всё. Саутгемптон встречал отважных дебютантов. Несмотря на позднее время, уже несколько часов стояли на персе люди. Счастливые, неповторимые минуты жизни, за которые заплачено долгим тяжким трудом, разлукой с близкими, поворотом судеб, ведь большинство на лодке непрофессиональные спортсмены. Один из них сказал, «Уидбрид — это свобода, это большая работа, это риск, и это, конечно, удовольствие от всего этого». Я помогал советским яхтсменам всем, что было в моих силах, чтобы они успешно смогли обойти вокруг света, и они оправдали все мои ожидания и оказались достойными состязаниями мирового класса. Я уверен, что сообщения об этом успехе попадут в Советский Союз, и там по достоинству оценят своих соотечественников, которые вынесли все испытания судьбы и так прекрасно представили свою страну и свой народ. Значит, если кто-то захочет побольше прочитать про это, я давно, еще 20 лет назад, написал эту книгу «Race to Freedom», изданную на английском языке. Я ее почти всю перевел на русский язык, я искал русских издателей, пока не нашел. Так что если кто-то из тех, кто смотрит сейчас нас, имеет какие-то выходы на издательство, я бы с удовольствием издал эту книгу и на русском языке. А пока, если кто-то может, ее можно купить на Амазоне, если кто-то может читать по-английски, здесь вся история со всеми подробностями с самого начала и до конца. Я рекомендую, я ее прочитал, у меня несколько экземпляров с подписью автора. Недавно совершенно, каким образом, забрать удалось с единых экземпляров, которые держали у меня, и не отдавали, потому что было так интересно, что не хотели отдавать обратно. Вот, ну и завершает этот сегмент о Фазисе, просто я здесь подобрал коллаж имиджей с Фазисе и, в общем-то, показывает, какая это изящная, элегантная, красивая, быстрая лодка. Могла бы быть еще быстрее. То есть я сейчас, когда прошло время, конечно, сразу после Витброда я был очень разочарован, потому что все произошло не так, как я мечтал, не так, как я хотел, и все это было и драма, и трагедия. Все, наверное, знают, что капитан Грищенко, Алексей, покончил жизнь самоубийством. Я просто не хочу на этом участке не так концентрироваться. Это было его решение. Не хочу влезать его в голову и думать, почему, что, чего. Потом лодка была передержлена, лодка не показалась, весь полный потенциал. Но в целом, если так подумать, вот, Куля, я думаю, ты со мной согласишься, что это на самом деле было что-то невозможное. То, что мы совершили, и то, что получилось, оно не могло получиться. То есть это получилось, это было чудо просто. То есть... Ну, я бы сказал, это был феникс, который воспрял из пепла. Потому что действительно было... Ну, никто, никто не мог... Если сейчас мы живем так, как, в принципе, должно было быть, смотрим, как строятся лодки, присутствуем на парусных мастерских, в верфях, которые строят лодки, мы видим, как на самом деле это могло быть. И совершенно непонятно, как в тех условиях мы смогли создать вот эту вот твою лодку. Потому что если бы кто-нибудь из этих профессионалов посмотрел, как она строилась, они бы сказали, это невозможно, и они бы за это не взяли. Да, да. Вот. Переходим... Дальше пройдем, значит, то есть вот... Это как... Ну, это два года назад. Фазиси... Значит, Фазиси была... Владельцы ее Фазиси СПП через два года продали. Вот. Она была в Америке в то время, продали... Я уже даже не помню, кому. Она несколько раз, как обычно, яхты делает, несколько раз меняла руки, пока она не стала принадлежать польской ассоциации яхт-клуба в Америке. Вот. Ну, и... Они много на ней гонялись, много ходили, Атлантику переходили, по-моему, несколько раз. Но в целом, я скажу, что есть... Не... Это группа людей с хорошими деньгами, но я бы не сказал, что они очень хорошо заботились о лодке. Вот. И в 2017 году они оставили ее на якоре возле острова Ки-Вест, когда приближался ураган. Вот. То есть они ничего не сделали, чтобы не попытались ее никак не ввести куда-то, ничего. Вот. И лодку... Ураган был очень сильный. Лодку выбросило на берег. То есть ее проволочило с якорем, выбросило прямо на самый остров. Вот. Но самое интересное, что при этом ни руль, ни киль, ни мачта даже не сломали. Здесь мачты нет, но ее спилили потом. Вот. То есть лодка осталась цела. Вот. И через какое-то время, через, по-моему, 6 месяцев правительство Флориды выделило деньги. Нет, то есть было выброшено, по-моему, 5 тысяч лодок разных, яхт, моторных, на, на, туда, на Острова, на Кейс, Флориды Кейс. И правительство выделило деньги, чтобы это все очистить. Пляжи, потому что это, естественно, не привлекает туристов, когда там кладбище, яхт на пляже. Вот. И вот они взяли несколько барж, и они все стали сволакивать на свалку. Вот. Ну, и владельцам польскому яхтлубу, значит, польским яхтлубом пришло извещение, что яхта будет сброшена на свалку. Вот. Ну, и вот один из членов команды, даже не владелец, один из членов команды, Юрий Раул, вот, он решил просто полететь туда, он жил в Чикаго, живет в Чикаго, он решил полететь и попрощаться с яхтой. Вот. Ну, и когда он это все увидел, он сказал, что я просто не мог допустить, чтобы она, и он за символическую сумму заплатил владельцам, выкупил у них, потом договорился с этими, с Костгард, как это называется, Костгард, как будет, пограничники, да? Вот. Ну, ему разрешили. Береговая охрана. Береговая охрана. Да, ему разрешили лодку забрать, спустили на воду, он уже много чего восстановил, поставил мачту обратно, завел там такелаж, двигатель, кстати, пока она лежала на берегу, там бомжи украли его и хотели продать, но он у них выкупил обратно. То есть он сделал колоссальную работу, чтобы спасти лодку. Но Юрий не какой-то там богатый человек, то есть он делает, что он может, но в одиночку он этого не может сделать. То есть кое-кто ему помогает из бывших членов команды, но большинство нет. То есть тут вместо помощи началась кампания о том, что люди стали говорить отдайте яхту Украине, почему вы называете ее российской. Она не российская, не украинская, никакая. Это была советская лодка. Был Советский Союз, страна распалась и, к сожалению, лодка в плачевном состоянии. То есть страны, к которой она принадлежала, уже нет, и поэтому некому особенно о ней побеспокоиться. И когда я там разговаривал с людьми, которые говорят, ой, это украинская лодка, я говорю, ну хорошо, найдите деньги, восстановите ее, будет украинская лодка, пожалуйста, никто же вам не мешает. Юрий Раум с удовольствием передаст ее в руки, если люди будут согласны. Но людей, которые хотят устраивать какой-то базар по этому поводу, очень много. А людей, которые хотели бы что-то сделать и помочь, и реально попытаться спасти ее, как-то очень мало. Поэтому... Ну я хотел бы, я хотел бы добавить, что в прошлом году у меня такая лучик, лучик такого, какой-то надежды появился, что лодка останется как музей, что я был на чемпионате России, и по Драконам в Лахте, в Петербурге. Я встретился с господином Владимиром Любомировым. И он мне сказал, что у меня действительно был интерес к этой лодке, как сделать из нее музей, в Лахте поставить, и что уже выделены деньги, чтобы ее перевозки, чтобы ее переоборудование. Ну, к сожалению, к сожалению, почему-то это не выросло ни в что материально, и так и осталось, никто этим не занимается. Хотя я подумал, что это должно получиться, потому что такие люди уже в этом участвуют. И надеюсь, что если кто-то слышит, и может быть действительно там какая-то накладка произошла, и кто-то поможет вернуться к тому положению, и лодка действительно сохранится, и будет музеем. что она действительно, она заслужила этого. Она действительно этого заслужила. Ну, будем надеяться. Действительно, в позиции выживала, ты, как правильно сказал, как птица Хеникс, много-много раз. Может быть, она еще сможет и еще выжить. Но будем надеяться. Хотя, честно говоря, у меня не так много надежды на все это. Вот. Ну, идем дальше от грустного. Значит, что получилось? Когда мы с позиции приклыли в 2000, то есть в 1990 году мы приклыли в Америку, в Форт Оридел. Вот. У нас там наша фирма, которая нами занималась, как бы, помогла нам менеджить, там, находить спонсоров, и все, это была спорт маркетинг компани. Когда они увидели тот интерес к советской яхте, вот, они быстренько решили, они говорят, давайте сделаем следующую гонку, мы сделаем совместный проект, совместный американский, уже 100%, то есть это будет изначально советско-американский. Вот. Когда вы финишируете в Англии, сразу поворачиваете, плывите обратно, и мы начнем сразу же компанию. Вот. Ну, и так, мы так и сделали. Вот. Мы участвовали во множестве регат, здесь мы провели целый год на яхте, ходили по всем портам. Фазист был только раз, Фазист был. В принципе, они нам подписали лиз на эту яхту за 1 доллар на год. Потому что Фазист не хотел, чтобы лодка в этот момент возвращалась в Советский Совет, потому что вы помните, что такое было начало 90-х годов. Они боялись, что там лодку разнесут на куски и это самое, сдадут на металлолом, или не знаю, что там сделают. Короче говоря, они были просто рады, что возможно будет какое-то продолжение. Вот. Это вот, с этой стороны, вот это плакат, значит, это известный итальянский артист Франко Кост, он сделал такой плакат, здесь вы видите, это храм Василия Блаженного, а это американский Капитолий, это как бы Фазиси связывает. То есть, тогда, то было время, когда были какие-то надежды, были какие-то мысли, что, а что если как-то Советский Союз, Россия наладит отношения с Америкой, ну, к сожалению, мы видим, что ничего из этого не оправдалось. Ну, кроме того, что мы, значит, там, пытались найти спонсоров и сделать новую программу, мы имели еще, то есть, мы открывали Америку для себя, это было замечательное время, вот, вот здесь вот эта Фазиси со всей труппой, все, наверное, знают такую мюзикл Phantom of the Opera, и вот это вот Phantom of the Opera, это все люди, они как раз приехали на гастроли в Форт Горриделл, нас с ними свели, они нас приглашили, сели себе, привели нас за сцену, показали, как это все делается, как там все это двигается, как меняются декорации, не знаю, если кто-то смотрел, это замечательный мюзикл, вот, совершенно впечатляющий, вот, мы с ними несколько раз выходили на воду, вот, там, Батис были, то есть, было много хороших воспоминаний, вот, это вот мы вместе с труппой большого балета, вот, они выступают, потом мы их приглашали на явку, они были на гастролях в Америке, и мы с ними вместе проводили время хорошо, вот, Дональд Трамп приглашал нас, мы жили у него в Марине, наверное, пару недель, он был на лодке тоже, сенатор Эдвард Кеннеди, вот, а потом был, нас познакомили с Роджер Главер из группы Deep Purple, они тогда записывали свой альбом, который называется, сейчас я записал, называется The Battle Rages On, битва продолжается, вот, он был, он оказался большой любитель русской водки, он бывал у нас на Фазисе, он нам принес запись этого альбома, который еще не вышел, за 6 месяцев до того, как он вышел, у нас уже было, мы его слушали, он правда сказал, ребята, пожалуйста, не делайте никаких копий, никому не отдавайте, но сами, пожалуйста, слушайте и наслаждайтесь, так что, в общем-то, мы имели очень много интересного, интересных встреч, не просто на парусе, но и, так сказать, в такой жизни, вот, а вот эта вот фотография возвращает нас обратно в Москву, это как раз вот здесь Денис Коннер, это из, было опубликовано, по-моему, в Катерая Яхта, здесь вот надпись, это где Денис Коннер желает успеха в позиции, это когда он привез нам начальное спонсорство кексиколы, вот, ну и потом мы ему, в общем-то, в какой-то степени отплатили, мы почти нашли спонсорство на свой проект второй, второго участия в Витбриде, совместной советско-американской программы, вот, и фирма Винстон заинтересовалась и хотела нам стать нашим спонсором, мы провели несколько встреч, предоставили им программу, бюджет, все, 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 вот, а потом на одном из милингов, они говорят, вы знаете, что Денис Коннер к нам тоже пришел, когда мы начали с ними разговаривать, они вообще не знали, что такое Витбриде, мы их, так сказать, полностью их образовали, там, показали им, доказали, сказали, какой интерес, может быть, что они с этого получат, и потом на все готовенькое пришел Денис Коннер, и естественно, что для них Денис Коннер в то время был как бы топ, инфекцием номер один в мире, они отдали спонсорство ему, а не нам, так что мы, он нам принес Пепси, частично, хотя из этого ничего особенного не получилось, на яхте Винстон, которую в какой-то степени в конце своему мы помогли приготовить. Значит, ну, на этом я, так сказать, буду заканчивать часть позиций, и просто немножко быстро, сейчас уже я постараюсь как можно, у нас позиция заняла достаточно много времени, поэтому, ну, и она того заслуживает, и сейчас я расскажу о других проектах, которые не менее интересны, а может быть, даже более интересны, чем позиции, и интересно, что часть из этих проектов, даже может быть большинство, они связаны с куле, так что это, как бы, мы продолжаем наше совместное представление.